Молодёжка Волгоградского ротора сыграла выездной поединок против сверстников из тульского арсенала. К сожалению, в очередной раз наша команда не сумела набрать очки. Подробности в сюжете Константина Родионова. Поединок 13-го тура дублёры Волгоградского ротора проводили в Туле против сверстников из местного арсенала. Команда примерно равна и по силам, что показал поединок первого круга, в котором тулики лишь в компенсированное время сумели забить единственный гол и одержать победу. К сожалению, реванш не получился и в ответной встрече. Хозяева поля также забили один гол, но только в середине первого тайма, что им вполне хватило для итоговой победы. На 22-й минуте Артём Суханов сделал передачу в штрафную площадь гостей, на которую откликнулся Александр Конев и головой отправил в наши ворота гол-красавец. Трудный, но, наверное, всё-таки заслуженный, потому что мы были ближе. Мы провели очень хороший первый тайм. Не забили, не реализовали ещё там ряд моментов. Но второй тайм пока нам не хватает. Пока нам не хватает, чемпионат заканчивается, в принципе. Но, конечно, жалко, что он заканчивается. Так я чувствую, что команда прибавляет. Вот. И будем работать. Сегодня, на самом деле, очень важна была победа. Может быть, даже не настолько качество игры важно сегодня было. Хотя для тренера это всегда важно. Но она с точки зрения турнирной очень важна. Потому что нам остаются какие-то шансы ещё попасть в первую пятёрку. Мы для себя понятное руководство. Как бы и мы, я всё время, ребята, настраиваю на максимальный результат. В турнирной таблице группы А молодёжного первенства дела у нашей команды идут по-прежнему в отрицательном балансе. Ротор занимает последнее десятое место, имея в активе одну победу, три ничьи, девять поражений и, соответственно, шесть очков. Семь баллов у занимающего девятую строчку московского Чертанова. И от восьмой позиции, на которой расположилась молодёжка Тамбова, нас отделяет семь очков. Заключительный поединок. В 2020 году команда Алексея Жданова сыграет 15 декабря на своём поле. В рамках 14-го тура «Синие-Голубые» померятся силами со сверстниками из футбольного клуба «Сочи». Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».